Посмотреть район куда вы пойдете в основном его смотрят для того чтобы определить так называемые ориентиры линейные ориентиры озера реки то есть не дай бог если вы начнете плутать уже по памяти вспомните в каком районе вы примерно находитесь вот и в обязательном порядке предупредить кого-то родственники знакомые вплоть до соседей о том в какое время в какое место вы собираетесь идти и на какое время потому что и в какое время собираетесь вернуться потому что у спасателей самое такое не очень хорошая стадия поисковых работ это стадия неопределенности когда есть информация о том что человек потерялся куда он ушел в какой район и так далее и активные по поиске при этом задерживаются а это драгоценные часы и минуты телефон с полной зарядкой батарея продукты питания вода спички ну и немаловажно можно еще взять свисток одеваемся еще который ярко удобно красиво мы изучаем место куда мы идем еще раз повторюсь изучить его можно легко яндекс карты google как карты то есть даже папа посмотрите даже люди которые не обладают каким-то географическими способностями по яндекс карта можно ли поплиц то есть мы смотрим изучаем район куда мы идем вот и следующее когда идем обязательно определяем ориентиры то есть мы проходим какую-то сухару до большую либо дерево со старой то есть ориентиры точечные так называемые то есть о чем я сказал которые тот то . либо ориентиры линейные там это мы пересекаем линию электропередач вы вырубку и так далее то есть когда мы идем надо постоянно в голове своей откладывать ориентиры основное правило успокоиться кому-то необходимо пять минут кому-то 10 кому-то час но пока вы не успокоитесь пока дикое сердцебиение дрожь в руках ногах у вас не пройдет не предпринимать никаких действий можно даже и не звонить потому что поверьте мне девяносто пять процентов людей которые успокоятся в ведут себя в но в норму они тут же на находят ориентиры где они проходили если все-таки вы даже успокоились но понимаете что таки заблудились не узнаете никаких мест у вас есть собой телефон набираем единый с телефон службы спасения 112 телефон будет работать в любом режиме даже если у вас оператор какой-то один но там нету этого сигнала оператора если сигнал оператора другого сотовой связи телефон по 112 все равно попадет вот даже если у вас телефоне нету сим-карты есть несколько способов попытаться найти дорогу обратно первые это прислушаться звуки автомобильных дорог и каких-то магистрали они распространяются в лесу где-то до 5 7 километров есть еще один из способов так называемый выход солнышка берем какой-то мощный ориентир это либо ель большая то есть ориентир на который который вы сможете увидеть там на расстоянии километра ну поймете куда идти вот выбираем этот ориентир берем направление любое там на 12 часов да и идем где-то порядка трех-пяти минут то есть удаляемся от это если ничего нового вы не увидите не находите не вспоминаете что вы здесь были возвращаемся обратно берем градусов где 10 на 15 по часовой стрелке и опять также идем то есть от района где вы потерялись грубо говоря мы начинаем обходить вокруг только уже солнышком если вы узнаете уверены что вас будут искать вот что вы находитесь на на связи оставайтесь на месте как таковых опасных мест нету есть природные места и ландшафты где очень тяжело ориентироваться вот у нас по крайней мере папа по вологодскому району мы отмечаем район норобова да это папа шахон скому шоссе почему во первых там местность в 1 обратно однообразная очень густой кустарник то есть это как раз к чему я говорил нету ориентиров которым можно привязаться что все однотипное плюс граница к сирославской области раньше еще как отмечался район 7 семигородней это очень далеко отсюда так любой район опасен то есть еще повторюсь начало нашей беседы самое главное надо относиться к походу в лес как серьезному мероприятию ориентироваться